К той же вдове слово второе, а воздержание от второго брака. Нет ничего удивительного, что желает выйти замуж женщина, не испытавшая замужней жизни, мух где-то рождения и всего прочего, что брак вносит с собой в домы людей. И война, это столь трудное дело по пословице, приятно для неопытных, но когда женщины, которые перенесли тысячи горести и часто тяжким опытом вынуждались считать блаженными свободных от мирских дел, и тысячу раз проклинать и самих себя, и своих свах, и тот день, в который они вошли в брачные чертоги, когда эти женщины после таких огорчений опять домогаются того же состояния, это приводит меня в крайнее удивление и недоумение, и заставляет исследовать причину, почему они того состояния, которое прежде считали несносным, когда находились в нем, теперь, когда освободились от него, опять домогаются как вожделенного. Рассматривая с разных сторон множество своих мыслей об этом деле, я едва, наконец, как полагаю, нашел причину его. А лучше сказать, не одна причина тому, и не две только, но гораздо больше. Одни из вдов, по давности времени забыв о прошлом и заботясь только о настоящем, вступают в брак для освобождения от бедствий и вдовства, но находят в нем другие, гораздо тягчайшие бедствия, так что повторяют прежние жалобы. Другие, опять предаваясь мирским делам и стремясь к славе настоящей жизни, считая состояние в доступ предосудительным, для суетной славы и пустой важности принимают на себя тягости брачной жизни. А эти такие, которые снова вступают в прежнее состояние не по этим причинам, но единственное по невоздержанию, хотя и стараются прикрыть истинные причины вышесказанными предлогами. Впрочем, как сам я не смею упрекать и осуждать их за этот брак, так и другим не советую, потому что иначе судит об этом и блаженный Павел, или лучший дух святой, сказав, «Жена связана с законом, с мужем, пока он жив. Если же муж ее умрет, то она свободна выйти за кого хочет, только в Господе». И, дозволив вдове, если она пожелает опять вступить в брак, и потом сказал, «Но она блажене, если останется так, чтобы кто-нибудь не подумал, что это человеческое повеление, он присокупляет, думай, что я имею Духа Божие». И тем показал, что он написал это по внушению Духа. Итак, пусть никто не думает, будто в порицании или осуждении вступающих в брак, я говорю то, что теперь скажу. Было бы крайне надменно и безрассудно, если бы мы стали нещадно осуждать тех, которых не осудил, но пощадил блаженный апостол, когда при том мы сами обременены множеством грехов. Если нам повелевается не судить, чтобы самим не быть осужденными в той же мере, и быть не строгими, но снисходительными и кроткими судьями чужих грехов, то ты, порицая такое дело, которое не составляет и греха, и осуждая других, тем лишишь себя самого всякого прощения своими поступками с ближним, сделав судью более строгим к тебе самому. Итак, я приступил теперь к этому предмету не для того, чтобы упрекать и осуждать этих вдов. Что может совершать о Господе, что не подлежит никакому осуждению? Только, говорит апостол, было бы в Господе. Как говоря о девстве, мы превозносим его похвалами для того, чтобы унизить брак. Так и беседой о вдовстве советуем довольствоваться первым браком. Не потому, чтобы считали второй брак запрещенным. Но допускаем, что и второй брак есть дело законное. И однако первый гораздо лучше второго. Почему пусть никто не считает пороком того, что по сравнению с высшим оказывается низшим? Мы не для того делаем это сравнение, чтобы второй брак поставить в разряд порочных дел, но признавая его законным и предоставленным воле вдовы, однако же предпочитаем ему и уважаем первый брак как гораздо лучший. Почему? Потому что не все равно быть женой одного мужа и одной и той же быть женой другого. Та, которая удовольствовала с первым браком, показала, что она не вступила бы прежде и в этот брак, если бы по опыту хорошо знала это состояние. А та, которая на брачное ложе первого мужа приводит другого, представляет немалое доказательство великой любви своей к миру и привязанности к земному. Первой и при жизни мужа не была склонна ни к кому другому, а последняя, хотя при жизни мужа и не грешила с другими, но занималась многими другими больше, чем им. 383. Но не осуждая догадками прошедшую жизнь, рассмотрим самое дело. Как девство лучше брака, так первый брак лучше второго. Вдова, только поначалу ставши ниже девственницы, при конце опять равняется и делается одинаково с нею. А второй брак ниже девства с той и другой стороны. Кроме того, та, которая легко переносит вдовство, конечно, часто воздерживается и при жизни мужа. А та, которая считает это состояние невыносимым, готова жить не только с двумя или тремя, но и с гораздо большим числом мужей. И только с наступлением старости едва делается воздержанная. Почему, как тот брак есть доказательство великой честности и целомудрия, так этот и есть знак, не скажу сладострасти, нет, но души слабой и весьма плотяной, привязанной к земле и не способной никогда помыслить ничего великого и высокого. Если же кто скажет, что доброе дело остается добрым, случится ли оно однажды или дважды, или несколько раз, ибо оно будет одинаковым добрым, а кто часто делает добро, тот по справедливости более восхваляется. Так что если и брак есть дело доброе, то часто пользующийся им похвальнее и почтеннее того, кто пользуется им редко, то мы ответим, что такое умствование может увлечь простодушных, но рассудительно и легко могут понять его лживость. Брак называется браком непотелесному соитию, иначе и прелюбодеяние было бы браком, но потому что вступающая в брак привязывается к одному мужу, и этим благородная и целомудренная женщина отличается от распутной. Если она постоянно будет довольствоваться одним мужем, то брак справедливо будет называться этим именем. Но если она вместо одного вводит многих мужей в дом свой, то хотя и не смею назвать это прелюбодеянием, однако сказала бы, что она много уступает той, которая кроме одного не знала другого мужа. Та вняла словам Господа, посему оставит человек отца и мать, и прилепит так жене своей, и будут двое плоти единую. Прилепилась к мужу как к собственной своей плоти, и не забыла одна же данной ей главы. А это не считает собственной плоти ни первого, ни второго мужа, ибо первый изминал вторым, второй первым, а она уже не может хорошо помнить первого мужа, привязавшись после него к другому, и на последнего не может смотреть на лежащую любовь, так как ум ее обращается и к покойному. Таким образом, наконец, оказывается, что оба, и тот, и другой, лишены женой чести и любви, подобающей мужу. С каким же, по ее мнению, расположением духа второй муж вступает в брачный чертог первого, восходит на его ложа и смотрит на жену, которая над всем этим смеется и забавляется. Он, конечно, сильно возмущается и не с особенной любовью приближается к ней. Даже если бы он был тверже всех людей, однако не может быть столь грубым, чтобы не иметь человеческих чувств. Хотя бы она облекла и себя, и дом свой бесчисленными украшениями. Печаль, уже постигшая дом после первого мужа, не допускает быть чистой радости при втором. Но подобно тому, как на стенах, у которых какая-нибудь часть сильно обгорела, а потом несколько подкрашена, резкая и глубокая чернота портит белизну окраски. И вид бывает неприятный. Так и здесь, хотя бы жена придумала много блеска, в нем проглядывает уныние и какая-то неприятная смесь того и другого. И домочадцы, и служанки, и работники, и жильцы, и соседи, и родственники покойного. Смотрят на это дело с прискорбием и сожалением. А если еще останутся и сироты, то малолетние возбуждают сильное нерасположение к матери в тех, кто может понимать дело. А взрослые делают ей неприятностей больше всех. Сознавая все это и законодатели, желая и утешить сетующих в дух, и в оправдание себя показать, что они установили второй брак не по убеждению своему или по какому-нибудь предубеждению, но из-за опасения большего зла лишили этот брак всякого блеска. Так что вечера его не украшает ни флейты, ни рукоплескания, ни песни, ни пляски, ни брачные венцы, ни другое что-либо подобное. Устраняя все это, они приводят мужа к вдовой, жене, неувенчанным, как бы выражая этим, что все остальное они допускают по снисхождению, а не как достойная похвала, рукоплесканий и венцов. 385. Почему же, скажут Павел, запретил молодым оставаться в доме, хотя бы они и хотели этого, написав так, а юных вдов не принимай? Не Павел запретил вдов то желающим, но сами они вынудили его против его воли, дать им такой закон. А если хочешь узнать собственное желание Павла, послушай, что он говорит, хочу, чтобы все человеки были, как и я, в воздержании. Блаженный апостол не восстает против самого себя, не впадает в противоречие, не запрещает вдовство желающим, когда сам желает, чтобы все люди соблюдали воздержание. Почему же он говорит о молодых вдовицах, отрицайся? Скажи, от чего и для чего? Он не просто сказал так, но привел и причину, ибо когда они рассверепеют во Христе, то желают выйти замуж. Видишь ли, что он запрещает оставаться вдовами и принадлежать к этому священному сонму не тем, которое желает вдовствовать, но тем, которое, вдовевши, снова намеревается вступить в брак. И делает это весьма мудро. Если ты намереваешься, говорит он, вступить во второй брак, то и не давай обета вдовству, потому что дать обет и не исполнить его гораздо хуже, чем вовсе не обещать. Как частное сообщение, он позволил мужу и жене не видеть закона, но и снисхождение к ним. И я говорю вам, давая совет, а не повеление, по внездержанию вашему. Так и здесь дозволил второй брак во избежание другого большего зла, чему показал, что и это сделал он по снисхождении применительных слабостей многих. Слабость же, разумея, не силы, но воли. Как девственница, растлившаяся после обета девства, грешит хуже прелюбодеяния. Так и вдова, одна же давшая обет вдовству, а потом поправшая завет с Богом, впадает в такой же грех и подлежит такому же наказанию. И даже если можно сказать нечто удивительное, может быть гораздо большему. Потому что, как и вначале я сказал, не все равно неопытное или уже опытное опять впадет в одинаковое искушение. И не здесь, только наивыше приведенном месте. 1 Тимофея 5.11. И после слов. А молодых вдовиц не принимай, ибо желаю, чтобы они выходили замуж, рождали детей, устрояли дом. Апостол приводит причину, почему он желает этого. Какая же это причина? Ибо, чтобы они не подавали повода противникам к злоречию. Так как тогда, вероятно, многие вдовы, освободившись от замужней жизни, как от какой неволи и рабства, пользовались в последующей жизни очень свободно и самовольно, и таким бесстыдством навлекали на себя дурную молву, что он для отклонения их от этой гибельной свободы опять подчиняет их прежнему игу. Если, говорит, какая-нибудь вдова вздумает тайно прелюбодействовать и бесчестить себя, то гораздо лучше иступить в брак и не подавать противнику повода для хуления. Таким образом, он повелел вдовам вступать в брак для того, чтобы они не подавали повод к злословию и не вели по стыдной распутной жизни. Именно послушай, в чем он обличает их. Вместо того, чтобы проводить все время в молитвах, умолениях, они, говорят, бывают праздны, и учатся ходить по домам, и, говорят, чего не должно, бывают любопытны и болтливы. А он хочет не этого, но чтобы вдова непрестанно упражнялась в духовных делах. А славстолюбивая, говорит, питающаяся пространно, заживо умерла. Такая девственница апостола требует, чтобы она не ограничила этой добродетели девства чистотой и тела, но все свободное время употребляла на служение Богу. Сиеже, говорит, на пользу вам самим, говорю, не налагая на вас ус, но чтобы вы Господу служили без развлечения. Он желает, чтобы девственница не делилась, но всецело посвящала себя духовному и небесному, и пеклась о Господнем. К такой жизни он увещевает и вдову. А истинная вдовица уединенно уповает на Бога, пребывает в молитвах, молениях, день и ночь. А если вдовы в то время, которое следует употреблять на евангельские дела, тратят во всю жизнь на занятия не только излишние, бесполезные, но и весьма вредные, то он справедливо уже располагает их к браку. И как иудеям Бог дал субботу не для того, чтобы они просто бездействовали в этот день, но чтобы воздерживались от порочных дел, так и вдова и девственница избирает этот образ жизни не для того, чтобы только не жить с мужьями, но чтобы пищить о Господнем, чтобы всецело посвящать себя на служение Богу. 386. Так скажешь, но нестерпимой будет бедствие для женщины, неопытной в делах, если она будет вынуждена нести мужские обязанности, она не в состоянии будет распорядиться, как мужчина не достигнет ничего, кроме огорчения и потери всего имущества. Неужели же все, не вступившие во второй брак, потеряли все свое имущество и лишились всего, и нельзя указать ни на одну вдовую женщину, управляющую делами? Все это притворство и предлог, и прикрытие собственной слабости. Многие женщины выше мужей и управляли домом, и воспитывали детей, сирот, и доставшиеся им имущества, одни из них увеличили, другие не уменьшили. И Бог вначале не все верил мужчинам, и не во всем поставил житейские дела, в зависимости только от них. Иначе женщина подверглась бы презрении, как нисколько не содействующая нам в жизни. Зная это, Бог предоставил ей не меньшую часть дел, что и выразил из древних словах, сотворим помощника ему, чтобы муж на том основании, что он создан первым, и что жена сотворена для него, не стал превозноситься перед нею. Бог этими словами смирил гордость его и показал, что жена не менее мужа необходима для мирских дел. Какие же это дела? И в чем она помогает нам устройству жизни? Так как настоящее благосостояние зависит от семейных дел не менее, чем от общественных, то Бог разделил их и общественные все предоставил мужчинам, а домашние – женщинам. И если изменить этот порядок, то все расстроится и погибнет. Так каждый из них, муж и жена, в своем деле гораздо полезнее другого. Итак, если домашние дела зависят от женского благоразумия, если жена в этом отношении столько же превосходит мужа, сколько художники в своем искусстве превосходят невежда, то к чему у нас такое напрасное опасение? Приумножать имущество и собирать издевание свойственно только мужчинам, а женщине заботить себя о прибыли непристойно, но хранить и беречь приобретенное свойственно только ей. Хотя и кажется, что приобретать важнее, чем изберегать, однако и первое без последнего бывает бесполезно и напрасно. Часто даже первое и при последнем не только не приносит пользы, но и губит все. Так как трудно, чтобы муж, приобретая выгоды от вне, всегда приобретал их справедливым способом, ибо мужчина часто извлекает прибыль из несчастья других людей, то доставшиеся в руки жены неправедные и насильственные приобретения часто вредят ее искусству и хозяйству. Посему хотя приобретать и важнее, чем сохранять, однако и первое оказывается хуже последнего в другом отношении, когда не только не содействует умножению имущества, но и губит собранное. Почему же вдова будет опасаться, чтобы без мужа не пошли хуже домашние дела, о которых и при жизни его она сама имела попечение? Он, скажешь, легче может распоряжаться, так как из страха перед ним никто не станет противодействовать и производить затруднения. Тогда и слуги, и домоправители, и поверенные, и все, боясь его, слушаются с полной готовностью, и никто не противоречит. А когда умрет тот, кого боялись, все нападают на вдову, оскорбляют ее, делаются дерзкими. Все приводят в беспорядок и расстройство. Если же она станет противиться и расправляться, подвергая непокорных истязаниям и побоям, и заключая в темницу, то будут пересуды, злословия, укоризны от многих. Но если она нарушит верность к покойному и забудет любовь его, и тот вечер, в который он впервые соединился с ней, и рукоплескания, и песни, и брачные светильники, и первые объятия, и трапезы, и прочее, в чем она всегда принимала участие, и речи, которые обыкновенно жена слышит от мужа, если все это вдруг отбросит, как будто этого и не было, отворив двери дома своего другому и привлечет его к ложу покойного, этому свидетелю всего прошлого, если она сделает это, неужели никто не будет укорять и осуждать ее? Неужели никто не возненавидит и не назовет жестокую, неверную, клятвопреступную и всеми подобными названиями? 388. Не думай, будто потому что блаженный Павел дозволил второй брак, он уже достойный похвал и не осуждается многими, хотя он не подлежит взысканию и наказанию, но не может пользоваться похвалами и прославлениями. Так походливость и сладострастье мужа и невоздержание от жены во время поста или в какое-либо другое время также избегает наказания, но не удостаивается похвал. Самое это снисхождение есть не что иное, как обличение о великой слабости и небрежности. Если ты опасаешься, чтобы не прослыть жестокую застрогость к слугам, то прежде этого тебе должно опасаться, чтобы не прослыть сладострастную и невоздержанную. Кроме того, вдове можно будет лучше устроить свои дела так, чтобы и все имущество ее было в безопасности. Ее саму не только не поносили, но и хвалили все, а прежде этого, чтобы ей получить божественное благо. Если она захочет сложить свое имущество на небе и сокрыть его в этом безопасном месте, то оно не только не уменьшится, но еще больше увеличится. Ибо таково свойство этого сеяния. Если она не возвысилась до исполнения этой заповеди и не хочет все вдруг сложить туда, то пусть подумает и о том, что вышедший замуж, она не непременно найдет в нем такого человека, который увеличит ее имущество. Если же он и будет таков, то пусть она помыслит не об умножении только имущества, но и о том, что она может быть вовлечена во многие дела, противные и Богу, и людям. Если муж будет из числа людей сильных и могущественных, то может случиться, что он заставит ее многое делать и терпеть против ее желания. И таким образом она теперь неизбежней подвергнется тому, чего боялась во вдовстве. И не только этому, но может испытать самую быструю перемену. Оставаясь вдовою, она если и потерпит какой-нибудь ущерб в имуществе, зато остальным может пользоваться с великой безопасностью. Но сосчитавшись с мужем сильным, управляющим общественными делами или имеющим какую-нибудь другую заботу, она может вдруг потерять все, потому что в несчастьях мужей необходимо участвовать и жены их. Но если не случится ничего такого, какое приобретение, скажи мне, променять свободу на рабство? Какая польза от большого богатства, когда нельзя употреблять его, на что хочется? Не гораздо ли лучше владеть свободно немногим, нежели богатствами всей вселенной, а самой вместе с ними быть под властью другого? Не говорю теперь о заботах, обидах, злословиях, ревностях, напрасных подозрениях, болезнях, деторождениях и о всем прочем. Кто беседует с девицей, тот и об этом может сказать ей, как неопытной и не знающей этих дел. Но кто стал бы говорить об этом вдове, тот сделал бы ей неприятность, потому что напрасно пытается словами учить ее тому, что она лучше узнала по опыту. Впрочем, полезно прибавить, что девица, вышедшая замуж, будет с ним жить с большей уверенностью и свободой, нежели вдова. Эту муж хотя будет любить, как свою жену, но не так, как ту, которую взял девицею. А что любовь к таким женам из них гораздо сильнее и пламени, нежели к тем, из вдов. Это всякому известно. Вдову же он будет обнимать и любить не от всей души, как уже познавший другого мужа. Мы все, так сказать, привыкли из ревности или подсчиславия, или не знаю по какой другой причине любить больше всего те предметы, которыми владеем и пользуемся не после других, но распоряжаемся сами, одни и первые. Так можно видеть, это бывает у нас с одеждами. Нам не столько нравятся одежды, перешедшие в наше владение от других, сколько те, которых никто не носил. Тоже и с домами, и с сосудами. Мы не столько любим дом, доставшийся нам от другого, сколько тот, который мы сами построили. И с сосудов мы с особенной бережливостью, тщательностью храним те, которые недавно сделаны и получили у нас первое употребление. А перешедшими к нам от других не очень дороже. Мы даже иногда гнушаемся, так что и переделываем их. если у нас бывает такое чувство по отношению к домам, одеждам и сосудам, то представь, с какой силой оно должно пробуждаться в отношении к жене, дороже которой ничего нет для мужа. Терещи мы можем и передать желающим, а жену непозволительно, так что скорее мы расстанемся с душой, нежели допустим себя до этого. Итак, к девице, как я сказал, муж относится со всем расположением, как неприкосновенной, принадлежащей собственно ему и никому другому, а она вдову, бывшей прежде в супружестве с другим, будет смотреть не в такой любовью и расположенностью. 390. Не говори мне о том, что бывало изредка и может быть однажды на том, что постоянно происходит на опыте. Девица будет жить с большей уверенностью не только по сказанным причинам, но и по многим другим. Муж вдовы легко может и упрекнуть ее в том, что она пренебрегает им, и в доказательство такого пренебрежения сослать на ее неверность первому мужу и заставить ее молчать, как относительно прошедшего, так и того, что может быть и не будет. Пренебрежение, оказанное покойному, расположит и живого ожидать себе того же, хотя бы этого не случилось. И не один муж будет обременять ее такими упреками, но и слуги, и служанки, если не явно, то тайно будут укорять и осыпать бесчисленными насмешками. А если еще случится, что останутся малолетние дети после умершего, то как она будет воспитывать их, как заботиться о них? Не будут ли они проводить жизнь несчастней всяких сирот, видя в руках другого все имущество своего отца, и прислугу, и дом, и поля, и главное, жену его? Могут ли они относиться к ней как к матери? Может ли она относиться как к детям, к тем, которых принужденно бывает стыдиться и краснеть, и которым не может оказывать всей материнской любви, потому что душа ее делится между ними и детьми последнего мужа? А что скажет Тоня, если она очень молода и недолго жила с мужем? Все это и сказано мной не к старым, а к молодым вдовам. Со старыми поступающим и так я и говорить не стану, потому что если уже не убедила их воздержать от второго брака ни продолжительное время, ни возраст и ничто другое, то тем менее можем убедить их мы своими словами. Вся моя речь к молодым. Что скажет, если она молода и прожив только один год в супружестве с первым мужем, вступает во второй брак? Почему ты обращаешься к ней предпочтительно перед той, которая прожила в браке двадцать или тридцать лет? Не я, но блаженный Павел, который говорит, но на блажении если останется так. Что нам до той, которая хотя и долго жила с мужем, но с одним только, с одним и тем же, с которым сочеталось вначале? А это отдалось двоим и при том в короткое время. Но она сказала, сделала это по неволе, если бы был жив первый муж, она при нем не полюбила бы другого. А так как он умер преждевременно, то она по необходимости опять сочеталась с другим. По какой необходимости? Я вижу другую необходимость, большую и той, о которой ты говоришь. Такую, которая достаточна для удержания ее при покойном, именно испытания горести и мирской жизни. Та, которая проводила такую жизнь долго и довольна, насладилась ею, может опять обратиться к подобной жизни в надежде найти те же удовольствия. Но та, которая в самом начале супружеской жизни испытала такие огорчения, по какому побуждению и с какой надеждой пойдет навстречу тем же неприятностям. И желающий торговать, если не получив еще никакой прибыли, при самом выходе из приста не потерпит кораблекрушения, неохотно потом возьмется за торговлю. Так и эта вдова, которая ожидала от брака много удовольствий, не успев хорошо изведать их, испытала такую горесть, конечно не полюбит мирской жизни, если не будет весьма невоздержною. Или лучше сказать, хотя бы она имела пламенное расположение и сильное пристрастие к этой жизни. Неприятное начало достаточно может погасить страсть ее. Мы обыкновенно держимся весьма крепко своих предприятий, когда хорошо начали их. Когда же с самого начала и, как сказать, с первого шага встретим неприятности и неудобства, тогда скоро отказываемся от своего намерения, охладевающего в нас. Так и овдовевшие рано сами должны бы отказываться от второго брака, чтобы опять не потерпеть того же. А остающиеся во вздовстве может жить спокойно и не опасаться опять такого же горя, а вступившие во второй брак необходимо будет ожидать того же несчастья. Кроме того, хотя состояние вдовства одинаково, но не все вдовы получают одинаковые за него награды, но одни больше, а другие меньше. Принявшая это иго в молодости удостоится большей чести и награды, нежели вдовевшая в самой старости. Почему? Потому что первая вдова, несмотря на множество препятствий, все перенесла по страху Божию, а последняя не понесла и малого подвига и труда. Ибо какой труд там, где нет ничего требующего усилий? Посему, как вышедшая за другого меньше, имевшей одного мужа, так остающийся во вдовстве с самой юности много может превзойти потерявшую мужа в старости, хотя у обеих было по одному только мужу. Но одна из них прошла целое поприще чистоты, другая же далеко отстала позади. Итак, смотри не на труд только, но и на награду. Многие добрые дела кажутся нам так трудными, потому что, обращая постоянно внимание на трудность и тяжесть их, мы не представляем в уме уготованных за них наград. Не так должно поступать, но принимать во внимание все вместе с трудами и наградами, и тогда труды покажутся нам легкими, как и действительно они легкие. Так доблестный воин, когда идет на войну, представляет себе не только раны, поражение и смерть, но и трофеи, и победы, и все другие почести. И земледелец, принимаясь за работу, имеет в виду не только пахание и труд, копание земли, но и гумно, и точило, так и мы. Тягость вдовства будем облегчать благими надеждами и гораздо более, чем названные люди, потому что исполнение их ожидания часто препятствует многие, независящие от них обстоятельства. А наших надежд никто не посрамит, если мы сами того не пожелаем. Не будем же иметь такого желания, но имея в виду, что вдова немного уступает девственнице, иногда же и превосходит ее, когда девственница вмешивается в мирские дела, вдовися по словам Павла, уединение, уповаясь на Бога, пребывает в молитвах день и ночь и воздерживается от житейских дел. Примем на себя этот подвиг, чтобы удостоиться за него венцов. Это сказано вам не для принуждения и не для того, как я сказал, мы предложили это увещание, чтобы осуждать, не желающих оставаться в доме, но чтобы расположить и убедить их не слишком привязываться к земле. И однажды, отрешившись от уз брака, оставаться свободными, стремиться к небу, образ жизни вести тамошней и, соединившись со Христом, все делать так, как следует, имеющим такого жениха, ибо ему подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным отцом и животворящим и святым его духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.